Вспоминаем, на чем остановились в прошлый раз. Мы продолжаем третий параграф про ранг матрицы. В прошлый раз остановились на теореме Кронекера-Капелли, верно? Это про то, как, глядя на ранги матрицы, понять, совместно ли система, то есть есть ли у нее хоть одно решение. Но не то, чтобы это мега полезный на практике способ. Если у вас есть конкретная числовая система, и вы хотите узнать, есть ли ее решение, но, как правило, вы ее решить хотите, а не просто узнать, есть ли у нее решение. И вы применяете метод Гаусса, и метод Гаусса вам сразу про все говорит. И про ранги говорит, и про то, как решение найти, и есть оно или нет. Но чем ценны вот такие теоремы, как теоремы Кронекера-Капелли? Тем, что они позволяют что-то доказывать для произвольных систем. Проводить какие-то теоретические рассуждения. Ранг такая полезная функция, которая матрица любой целое неотрицательное число сопоставляет. У нее есть множество свойств. И поэтому такие теоремы полезны в различных доказательствах, в теоретических рассуждениях. И сейчас мы сформулируем, по сути, вторую часть теоремы Кронекера-Капелли, и еще одну теорему на эту тему, которая будет критерием... Но на этот раз не совместности, а определенности. Критерий определенности. Система линейных уравнений в терминах рангов. Помните, да? Совместно это когда есть хоть одно решение. Определенная система, это система, у которой ровно одно решение. Вот у нас есть система. Я опять напишу ее в общем виде. В очередной раз напомню, как это выглядит. И я напоминаю, что мы с ней связываем две матрицы, а именно матрица коэффициентов. И расширенная матрица системы. Как там? А с чертой, хотя с волной. Это то же самое. Но потом мы ставим некую магическую черту и пишем столбец свободных членов. Ну, то есть кратко расширенную матрицу системы можно было бы написать как А палка В, где А это матрица коэффициентов, а В это вектор, столбец свободных членов. Окей? Так вот, возвращаемся к формулировке. Эта система определена тогда и только тогда когда выполнены два условия. Первое условие такое же, как в теореме Кронекера-Капелли, что ранг А равен рангу расширенной матрицы. Если система определена, она должна быть как минимум совместна. Но дополнительное условие состоит в том, что оба этих числа равны числу n. Где n? Что такое? Что неизвестно? Вот, вот это n, которая у нас фигурирует в левой части. Сразу задачка. Оба равенства существенны. Давайте вначале поймем, что задачка означает. Задачка означает, что если я какое-то одно из этих двух равенств забуду, например, просто скажу, что ранг А равен рангу А с волной, или просто скажу, что ранг А с волной равен n, и все, больше ничего не скажу. Тогда теорема будет неправильна. Понятно. Часто вот когда на колоквиуме отвечают на экзамене этот вопрос, часто говорят, а, но вот определена, или нет, совместно, когда эти два ранга равны, а определена, когда вот эти два числа равны. Это как бы неправильно, потому что надо, чтобы вот такое было длинненькое равенство. Ясно. И чтобы решить эту задачку, что надо сделать, господа? Контрпримеры построить. То есть указать конкретные системы, на которых такая эквивалентность не имеет места, если мы теряем хотя бы одно из этих равенств. Понятно. Подумайте на семинарах, порешайте, это полезно. А сейчас мы будем доказывать нашу теорему. Доказательство. Ну, давайте не слева направо, и справа налево, а просто опять тащить цепочку эквивалентности. Пускай у нас наша система линейных уравнений определено. Что это означает по определению? Это означает, что, во-первых, она совместна, а во-вторых, у нее ровно одно решение. А мы с вами вспоминаем в методе Гаусса, как мы там решение искали. У нас либо были свободные и неизвестные, тогда мы в них подставляли вещественные значения любые и получали бесконечно много решений, либо не было свободных неизвестных, и тогда решение находилось однозначно. Поэтому то, что решение одно, означает, что нет свободных неизвестных. Идем дальше. Продолжаем эквивалентности. Это равносильно тому, переписываю условия того, что она совместна по теореме Кронекера-Капелли, как ранг А равен рангу А с волной. Это я просто по теореме Кронекера-Капелли записал условия совместности. И теперь я должен сообразить, что означает, что нет свободных неизвестных. А это означает, что n, то есть число неизвестных, число столбцов в матрице коэффициентов, равно числу ступенек в ступенчатом виде. Помните, господа, главные неизвестные отвечают ступенькам, свободные отвечают пролетом, когда нет ступенек. Поэтому нет свободных, нет пролетов, все столбцы отвечают ступенькам. Значит, число неизвестных равно числу ступенек. А мы с вами помним из прошлого раза, что как раз число ступенек в ступенчатом виде это в точности ранг матрицы А. Ну, то есть еще раз перепишу то, что сказал. Первое условие означает, что ранг А равен рангу А с волной, а второе n равняется рангу А. Ну, все. Любой профессиональный математик понимает, что эти два равенства можно переписать просто, так как ранг А равняется ранг А с волной, ранг А равняется n. Окей, вот такое доказательство. Понятно? Вообще вот ранг матрицы это такая не очень простая функция. Я надеюсь, что вы на семинарах поупражняетесь на контрольное, обязательно будет на эту тему занятие, задание. С этим как бы надо будет постепенно осваиваться. А сейчас мы переходим к четвертому параграфу, который, на мой взгляд, будет так немножко поживее, которое называется операция над матрицей. Сейчас мы будем учиться делать над матрицами операции. Операций будет три. Две будут совсем простые, одна будет посложнее. Начинаем с простых. Первое – это сложение матриц. Вообще мы с вами говорили, что алгебра – это наука про множество с заданными на них операциями. Поэтому в алгебре, если мы видим какой-то объект, надо немедленно учиться делать над ними операции. Числа – это мы со школы умели. Многочленные тоже со школы умели. Матрицы – ну вот сейчас будем учиться. Не знаю, вот любое множество, берете множество всех студентов, немедленно операцию какую-то на нем вводите, и это все мероприятие называется алгеброй. Сложение – совсем простая операция. Вот у меня есть две матрицы. Первое – А и Т отжитая, второе – Б и Т отжитая. Когда мы вводим какие-то определения, в принципе, наше дело. Мы что угодно можем назвать сложением. Но хочется, чтобы это было, во-первых, что-то естественное, во-вторых, что-то полезное. То, что возникает в каких-то там других задачах, а не просто из нашей фантазии. Матрицы складываются незатейливо. Просто мы считаем, что матрица А плюс Б – это матрица, у которой все элементы на соответствующих местах сложились. То есть это А и Т отжитая плюс Б и Т отжитая. Матрица вот составлена из таких элементов. Что бы так можно было сделать? Что надо требовать от размера в матрице? Одинаковые. Не важно, квадратные, не квадратные. Важно, что одинаковые. Поэтому, если у меня первая матрица имела вертикальный размер M, а горизонтальный – N, то и от второй матрицы я требую, чтобы она была такой же. M на N. Складывать можно матрицы только одинакового размера. Вторая операция, она немножко другого сорта. Вот тут операция, когда я беру два одинаковых объекта матрицы и вырабатываю по ним третий объект, тоже матрицу. А следующая операция будет умножение на скаляр. Это вопрос определений. Мы договариваемся, что можно складывать только матрицу одинакового размера. Можно придумать какие-то другие определения, но это уже будет другое сложение. Вот по определению мы считаем, что можно складывать только матрицы одинакового. размера. Это, естественно, жизнь показала, что так хорошо. Умножение на скаляр. Это когда мы берем матрицу, любую, любого размера. А в качестве второго объекта берем не матрицу, а скаляр, то бишь число. Лямбда, которая принадлежит действительным числам. И тогда мы вырабатываем новую матрицу, а именно лямбда умножить на матрицу А. По определению, ну как вы думаете, что получится? Просто все элементики на эту самую лямбду умножили. Все элементы матрицы умножили на лямбду. Получилась матрица, ну как вектор умножали покоординатно, так и матрицу умножаем покомпонентно. Получилась матрица того же размера, все Ашки умножились на лямбду. Ясно? И вот, наконец, третье определение умножения. Чего, естественно, ожидать? Чего ждет здоровый, трезвый человек? Он ждет следующего. Что мы пишем? что А это А и Т житые, Б это Б и Т житые, и тогда их произведения А, Б это А и Т житые, Б и Т житые. Но математика далека от трезвости, поэтому это определение не принимается. А сейчас будет другое определение того, что такое А умножить на Б. А именно, А умножить на Б это будет такая матрица С с элементами С и Т житые. Я просто, чтобы сюда в скобки не вписывать формулу, я формулу напишу в стороне, где С и Т житые равняется сумма. Давайте я напишу страшненькую формулу. Она состоит в том, что мы А и Т КТ умножаем на Б КТ Джитые. И суммирование ведется по К. Но для этого надо понять, какие размеры матрицы мне сейчас нужны, чтобы это все было корректно. Давайте считать по-прежнему, что А имеет размер М на Н, то есть у нее М строк и Н столбцов, а Б имеет размер Н. К я не хочу, потому что у меня К и Джи это из одной части алфавита, и я их использую как бегающие индексы, как индексы суммирования. Давайте какую-нибудь другую букву. У меня на бумажке Л написано, но Л правда тоже из той же части алфавита. Давайте Л. А, Б имеет размер Л на Н, то есть у нее Н строк и Н столбцов. Понятно? И как я теперь определяю умножение матриц? Давайте где-то в стороне напишу. Вот у меня есть матрица, я первой кого А пишу, А1, 1 и так далее, А1, Н, А, М, 1 и так далее, А, М, Н. А, Б у меня выглядит так. Тут идет Б, 1, 1 и так далее, Б, 1, L, а тут у нее Н строк, значит, будет Б, Н1 и так далее, Б, Н, L. Вот я хочу перемножить две такие матрицы. Вот эта формула, которая написала, она фиксирует такое правило, которое называется строка на столбец. Да, и давайте, кстати, в этой формуле поставим индексы. К бегает от чего до чего? От единички до Н. У меня у первой матрицы Н столбцов, у второй Н строк. Что такое строка на столбец? Берется указательный палец правой руки, и им ведется по первой строке нашей матрицы. Параллельно, второго указательного пальца правой руки у нас нет, поэтому второе действие мы уже проводим в уме. Мы этим же пальцем проводим по первому столбцу второй матрицы и перемножаем соответствующие элементы и это все суммируем. Смотрите, первый на первый, второй на второй и так далее, последний на последний. Давайте я напишу. А1 на 1, Б1 на 1, плюс А1 2, Б2 1, строка на столбец. Представили? И так далее. Что там будет последним? А1 Н умножить на что? БН 1. Понятно. Я вычислил вот такое произведение первой строки на первый столбец. Просто соответствующие элементики перемножил и потом все это сложил. Ясно. В чем счастье, господа? Счастье в том, что длина первой строки равна длине первого столбца. То есть у меня все сошлось. Никто не короче, никто не длиннее. Иначе бы не получилось. И вот то, что результат этого сложения, я и называю числом С1 1. Понятно. Если я хочу теперь понять, что у меня находится не на первом первом месте, а скажем, на втором третьем, что я должен сделать? Если на втором третьем, значит, я беру вторую строку и третий столбец. И точно так же указательным пальцем правой руки, это важно, веду по второй строке здесь и по третьему столбцу здесь. Вот так вычисляю произведение, суммирую и получаю элемент С2 3 в моей матрице произведений. Понятно? Это надо запомнить и с этим надо поупражняться. Ну, мы сейчас рассмотрим примеры в каких-то конкретных случаях, но на семинарах надо много научиться умножать матрицы. На самом деле, такие опытные люди, они так взглядом матрицу умножают, но это такой навык, который с годами приобретается и который достигается долгими тренировками. Ну, давайте все-таки я что-нибудь на что-нибудь умножу. Я возьму матрицу 1, 2, 3, 4, умножу ее на матрицу 3, 4, 5, 6. Считаю. Сейчас, конечно, ошибемся, потому что это трудно. 1 на 3 плюс 2 на 5. Сколько будет? 13. 1 на 4 плюс 2 на 6. Говорят, 16. У меня аж запятых нет, поэтому я так числа разношу, чтобы они... Было понятно, что это 13, это 16. Дальше. 3 на 3 плюс 4 на 5. Это вообще нереально, но у вас у многих есть в конце таблица умножения в тетрадке. 4х5 это 20, а 3х3 это 9, да где-то в районе 29. И, наконец, 3х4 и 4х6. Да, 3х4 12 и 24, наверное, 36. Вот такая матрица называется произведением этих двух квадратных матриц. Понятно. Значит, почему такое странное определение умножения? Объяснение может быть несколько. Наиболее естественное, что вузовским преподавателям просто надо с чему-то людей учить. Если бы было такое примитивное определение умножения, ну, как бы там целый же семестр надо чем-то занять. Поэтому это было нехорошо. Поэтому люди так придумали, сговорились между собой, потому что во всех вузах учат, ну, в хороших вузах, во всех хороших вузах учат одинаковому определению умножения матриц. Эти люди сговорились, этот заговор действует уже достаточно долгое время. Вот так матрицы умножают. Есть другие менее правдоподобные объяснения, которые мы постепенно сейчас увидим, когда начнем с этим определением работать. Понятно. Вторая вещь. Вот насчет указательного пальца люди запоминают это все отлично. Но надо еще понять вот эту формулу. Вот с этим бывает хуже. Почему эта формула фиксирует именно это правило? И что такое индекс EG, и что такое индекс K? Запомнить ее легко. Смотрите, C-шки. Это произведения A-шек и B-шек. Вот те индексы E и J, которые меня интересуют здесь, они стоят по краям, а в центре стоит индекс K, который общий и который бегающий. Вот когда я веду первый на первый плюс второй, на второй плюс третий, на третий, ясно. И вот он изменяется от единицы до N. E и J, они в принципе тоже бегающие, потому что, когда я вычисляю произведения, мне надо посчитать все матричные элементы. То есть мне надо найти C и TG для всех E и всех G. Но только E там бегает от чего до чего? И, господа, от чего до чего бегает? От 1 до M, а G? От 1 до L. Но вот в этой формуле E и G фиксированы, а бегающим является только индекс K. Понятно? У нас будет с вами в этом курсе несколько очень важных формул. Вот я их буду обводить в рамочку, которые должны знать все, и тех, кто их не знает, мы не будем отчислять. Потому что мы уже сталкивались с тем, что люди, отчисляясь из МГУ, потом приходят в другие вузы, гордо говорят, что они учились в МГУ, их спрашивают какую-нибудь простенькую формулу, а они ее не знают. Это очень досадная ситуация, поэтому эту формулу должны знать все, и тех, кто ее не знает, мы будем мучить до тех пор, пока они ее не узнают, а после этого уже можно отчисляться. Будет у нас, по-моему, три или четыре таких формулы, вот их надо выучить в обязательном порядке. Господа, я абсолютно серьезно по этой части все должны ее обязательно знать. Окей? Хорошо, давайте теперь посмотрим на примерах, как происходит это самое замечательное умножение. На примерах не в смысле вот будем числовые матрицы умножать, а в смысле будем умножать матрицы определенных типов. давайте вначале посмотрим значит, примеры умножения матриц. Первое. Давайте у меня А будет любой матрицей произвольного размера. А В будет столбцом. Вот как столбец свободных членов. Чтобы можно было умножить, В должен быть столбец какой длины? Н. Умножаю. Какого размера матрицу я получу? Надо вначале с размером определиться. Вначале называем число строк. М. А вот так будет 1. То есть это тоже будет столбец. Но уже другой высоты. Тут был столбец высоты Н, а сейчас получится столбец высоты М. Все понимают? М на Н умножаем на Н на Л. Получаем М на Л. Верно? И давайте считать. Ну вот. Возим нашим пальцем, получаем, что А1,1 умножить на В1 плюс А1,2 умножить на В2 плюс и так далее плюс А1,Н умножить на ВН и так далее. Последний элемент нашего столбца это АМ1,В1 плюс и так далее плюс АМН,ВН. Понятно? Это столбец, потому что вот каждое из этих длинных выражений это одно число. По одному числу написано. Все понимают? Естественно получилось. Почему получилось естественно? Ну на что это похоже? Это похоже на систему линейных уравнений, а именно это похоже на то, что мы чиселки B подставили в уравнение с коэффициентами А. Правильно? Вот у меня Ашки коэффициенты и я вместо Х подставил B. И вот так получилось. Это хорошо. И это меня наталкивает на мысль, что я вот могу произвольную систему, значит матричная запись системы линейных уравнений. Вот у меня как обычно есть произвольная система линейных уравнений. Но так ее писать долго трудно. Не во всех редакторах там, не знаете, фигурные скобки выписывается вообще экономия, места нет. Это записывается кратко, просто как матрица А умножить на столбец Х равняется столбцу B. Вот это матричная запись нашей системы линейных уравнений. Вот это. Давайте соображать, кто такая А. А это матрица коэффициентов. Кто такой Х, как вы думаете? Столбец переменных. И он как раз с длины N. И вот если мы нашу матрицу коэффициентов умножим на столбец Х, мы как раз получим уравнение с Х. Правильно? А кто такой B? Это столбец ни в коем случае не свободных переменных, а свободных членов. Это столбец свободных членов B1, Bm. И по размерам все хорошо. Потому что столбец переменных имеет высоту N, а столбец свободных членов имеет высоту M. Все сходится. Поэтому кратко матричная запись системы линейных уравнений выглядит следующим образом. Понятно? Уже это немножко так мотивирует, что, наверное, мы придумали разумное определение умножения матриц. Раз система линейных уравнений так кратко и красиво записывается. Идем дальше. Давайте теперь попробуем сделать подстановку. Подстановка или замена переменных. давайте мы вместо иксов вот у меня есть неизвестное x1, xn подставим другие переменные переменные у. И предположим, что иксы выражаются через у линейно. Что есть такие вот линейные комбинации. c1, 1 y, 1 плюс и так далее плюс c1, s y, s y в другое количество s и так далее n и x равен c, n, 1 y, 1 плюс и так далее плюс c, n, s y, s вот хотим сделать такую подстановку такую замену вместо иксов подставить y вот в нашу систему вот она понятно что получится опять система линейных уравнений только теперь от переменных y верно? Загадка какая у нее будет матрица? Давайте попробуем сообразить вот мы берем наше ну например итое уравнение вот в этой системе давайте я вот так кратко напишу без троеточия с помощью знака суммирования итое уравнение это а итое gt x gt где g бегает от чего до чего от 1 до n у меня n переменных поэтому g бегает от 1 до n и я туда вместо x подставляю вот выражение для x это равняется сумма под g от 1 до n а итое джитая а вместо x я подставляю вот такую сумму по k у меня еще один свободный индекс бегающий есть буквочка k не использована чего там c давайте соображать какое наверное gt kt y kt правильно я написал потому что gt x это сумма цешек первый индекс это номер x а то есть g а второй бегающий номер y тут k меняется от чего до чего от 1 до s и теперь преобразовываем это выражение дальше а именно можно это написать просто как двойную сумму и по g и по k вот таких штук a и t gt умножить на c gt kt и это все умножить на y переменные и g и k они бегают независимо друг от друга g пробегает там от единицы до n k пробегает от единицы до s и бегают они независимо и можно поменять индексы суммирования можно теперь написать что наоборот это сумма по k от единицы до s и что у меня тут получится сумма по g а и t gt c gt kt где g бегает от единицы до s умножить ой где g бегает от единицы до n умножить на y kt правильно то есть господа что произошло я подставил gt уравнение новая переменная и сгруппировал коэффициенты при фиксированном y при y kt и это как бы коэффициенты моего нового уравнения которое уже от y что у меня тут стоит у меня сумма стоит по g и g gk на что похоже вот в точности на эту формулу да бегающий индекс посредине а фиксированные индексы по краям значит отсюда я делаю вывод давайте я здесь сотру отсюда я делаю вывод что моя вот исходная система а x равняется b после такой замены превращается в систему с матрицей а c для неизвестных y а свободные члены b какие там были справа такие остались это все равняется bg понятно да мораль когда я сделал линейную замену переменных то новая матрица коэффициентов это старая матрица коэффициентов умноженная по нашему вот этому странному правилу на матрицу коэффициентов замены ясно это еще меня как-то так убеждает дополнительно что наверное разумную вещь с определением придумали как-то так все сходится давайте еще попробуем что-нибудь сделать давайте поучимся умножать строку на столбец причем в одном и в другом порядке строку на столбец а потом столбец на строку попробуем давайте начнем со строки на столбец вот у меня есть а которая строка а1 1 а1 n и есть b который столбец b1 1 и так далее вернее b1 и так далее чтобы можно было умножить строку на столбец бешек должно быть столько же правильно поэтому здесь будет bm и когда я умножу а на b давайте я вот тут лучше напишу я получу господа матрицу какого размера отставить n на n 1 на 1 матрица 1 на 1 в народе называется числом правильно поэтому я получу некое число хочется чтобы получилось какое-то естественное число ну странно если там получится я не знаю что-то нездоровое но мы знаем что получится по нашей формуле получится а1 умножить на b1 плюс и так далее плюс а n умножить на bn получится вот такое число встречалось такое число вам в процессе школьной жизнедеятельности? как такое число называется? скалярное произведение двух векторов то есть если я хочу интерпретировать скалярное произведение в терминах умножения матриц мне надо один вектор записать как строку другой вектор как столбец и умножить по моему странному правилу ясно теперь давайте попробуем в другом порядке теперь я хочу столбец на строку пусть у меня а теперь столбец а b строка давайте подумаем что надо ходить от длины b без разницы золотые слова совершенно не обязательно чтобы она была такой же длины как а но потому что у нас размеры другие совпадут у нас вот тут размер единичка и тут размер единичка окей совпали а в остальном размеры одинаковые любые понятно поэтому тут я уже пишу не b1 bn а b1 bm когда я теперь а умножу на b варят процесс проведения пальцем тут будет исключительно приятен потому что тут умножается строка длины один на столбец длины один но только результат будет менее приятен это будет не число а что матрица размера n на m и что же будет стоять в этой матрице поштучное произведение да то есть вот я беру тут первую строку до а1 и умножаем на все столбцы а один на первый столбец будет а1 b1 а один на второй столбец будет а1 b2 и так далее а1 bm и так далее и наконец я получу а n b1 а n b2 и так далее а n bm понятно тут сум не будет тут будет каждый элементик и такое произведение в этом месте вот здесь еще сохранилась эта партия которая считала что правильно наивное умножение матриц помните которая зачеркнул эта партия тут должна воспрять духом искать что ну 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 вот тут мы все-таки пришли к некому такому наивному умножению когда мы один элемент умножаем на 1 и ничего не суммируем понятно вот такая матрица уже прямоугольная является результатом умножения столбца на строку как вы думаете господа что можно сказать про эту матриц она на самом деле такая не любая а весьма специфическая кто-нибудь понимает чем она специфическая что абсолютно верно эта матрица только сейчас немножко так аккуратно хочется сказать что это матрица ранга 1 но это будет не совсем дайте начали поймем почему это правда потом поймем почему неправда вначале почему правда потому что давайте скажем посмотрим настройки этой матрицы ее строки это b1 b2 и так далее b1 b2 и так далее b1 b2 и так далее b1 b2 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 b А1, потом на А2 и так далее на АН. Понятно. Если у матрицы все строки пропорциональны, они все лежат на одной прямой, линейная оболочка этой прямой это вот эта прямая, и ранг нашей матрицы равен единице. Понятно. То есть мы поняли, что это матрица ранга 1. Теперь давайте поймем, почему это не обязательно матрица ранга 1. Да. Матрица ранга меньше или равно 1. В каком случае она будет матрицей ранга 0? Когда кто-то 0. Либо все башки 0, тогда у меня все строки пропорциональны 0 строке, и значит матрица 0. Либо все ашки 0, тогда они все пропорциональны башкам эти строки, но только с коэффициентом 0. Понятно. Поэтому если ашки или башки кто-то 0 полностью, или это полностью 0 столбец, или это полностью нулевая строка, тогда матрица 0. Во всех остальных случаях эта матрица не 0. Почему? Потому что если здесь есть хоть 1, не 0, и здесь есть хоть 1, не 0, то они где-то встретятся. Правильно? Тут есть любой элемент отсюда, умножить на любой элемент отсюда. Если есть хотя бы по одному ненулевому элементу, они где-то встретятся, произведение не 0 и не 0. Она будет ранга 0, если все а или все б равны 0. Во всех остальных случаях она будет ранга 1. Понятно? То есть наивный человек, который не знает про ранги, думает, что мы можем так получить любую матрицу. Ну а что там? А берем любые, б любые, там как-то их перемножаем, получаем любую матрицу. Но нет, это очень узкий класс матрицы, это только матрица ранга 1 так получается. Задача, господа, легкая. Состоит в том, что любая матрица ранга меньше или равно 1 имеет такой вид. Понятно. То есть это не просто матрица ранга 1 меньше или равно 1. Это все матрицы ранга меньше или равно 1. Любая матрица получается такой конструкции. Хорошо. Идем дальше. Теперь, это мы продолжаем упражняться, умножать матрицы. Это был третий пример. Сейчас у нас будет четвертый пример. Умножение матрицы на диагональную матрицу. Тут опять будет два случая. Давайте начнем со случая слева. Я беру какую-то диагональную матрицу. Диагональную матрицу я по определению считаю квадратной. То есть это у меня матрица D1, D2 и так далее, Dn. А вот тут все нолики. Она у меня квадратная, размера n на n. Все понимают, что такое большой нолик означает? Много нулей. И я ее умножаю теперь на произвольную матрицу. Но только чтобы можно было умножать, у произвольной матрицы должно быть что? n строк. Иначе не получится умножать. То есть я умножаю на матрицу а1, 1 и так далее, а1. Вот тут я должен m написать и так далее, а, n, 1 и так далее, а, n, m. Не как у меня обычно, но так уж получилось, чтобы было n строк. Поехали умножаем. Как думаете, что произойдет? Да. То есть я, смотрите, скажем, веду пальцем. По первой строке и по первому столбцу. d1, ой, не той руки, d1 умножилось на a1, 1, а дальше там пошли нолики, и мы прибавляем некие нолики, ничего не меняется. Поэтому получается d1, a1, 1. Дальше поступаю аналогично. Первую строку умножаю на второй элемент. Там ничего не написано. Но профессиональные математики, они когда по пустому месту ведут, они сразу представляют, что там стоит. И поэтому я вижу, вот d1 умножается на a, 1, 2. И я получаю d1 умножить на a, 1, 2. И так далее. d1 умножить на a, 1, m. И так далее. А в последней строке я буду здесь брать последнюю строку и умножать ее на все столбцы. Ясно? Тут у меня вот все нули, и только последний элемент, dn, будет сталкиваться с последними элементами, которые у меня стоят в последней строке. И значит, я получу dn, a, n1, dn, a, n2, dn, a, n, m. Что же, господа, произошло? Ну, уже правильно сказали, что произошло. Строки, значит, итая строка умножилась на d итая. То есть умножение на диагональную матрицу слева это умножение строк на диагональный элемент. Теперь многие легко догадаются, что будет справа. Если я теперь возьму матрицу, вот сейчас уже будет более привычно, a1, 1 и так далее, a1, m, a, m1 и так далее, a, m, m, и умножу это на d1 и так далее, dn. Что произойдет, господа? Столбцы умножатся. Я вот сейчас не буду это демонстрировать, каждый сам проведет и поймет, что получится d1, a, 1, 1 и так далее, d1, a, 1, n и так далее, d1, a, 1, n и так далее, d1, a, 1, n и так далее, d, n, a, чего там, m, n. Вот. То есть и ты столбец умножается на d и ты. Вот так абсолютно серьезно. В математике бывает очень часто. То есть мы берем какое-то такое, на первый взгляд, странное определение, но когда мы начинаем с ним работать, мы видим, что возникают вполне естественные и логичные вещи. Значит, на самом деле определение было правильно. Мы видим, как хорошо умножаются матрицы с левой и справа на диагональную. Так вот, скалярная матрица, господа. Скалярная называется матрица, которая практически то же самое, что диагональная. Но это частный случай диагональных. Это когда все числа на диагонали одинаковы. Это матрица вида лямбда, лямбда и так далее лямбда. Ну, то есть это диагональная матрица, в которой d1 равно d2 и так далее равно dn, равно лямбда. И если я теперь умножу такую матрицу на а на какую-то тоже, скажем, квадратную матрицу, давайте возьмем n на n, слева, что я получу? У меня, поскольку я слева умножаю, все строки умножатся на лямбда. Ну, то есть я получу просто лямбда a. Это как раз моя операция умножения матрицы на скаляр. У меня все строки умножатся на лямбда, ну, значит, все элементы умножатся на лямбда. Значит, получится лямбда a. И замечательно, что это то же самое, как если бы я матрицу a умножил на эту же скалярную матрицу только справа. Тогда бы все столбцы умножились на лямбда. Но это все то же самое было бы. Просто было бы лямбда. И вот мы видим, что для этих матриц оказалось верно такое замечательное свойство, что хоть в одном порядке перемножь, хоть в другом порядке перемножь, получится то же самое. Но мы вообще привыкли с вами, что там дважды три равно трижды два нас как-то в школе учили. Вообще всегда от порядка со множителей ничего не зависит. Вот надо спросить, так ли это для матриц. И тем самым мы, естественно, переходим к разделу свойства умножения. Первое свойство, которое у нас так и напрашивается после предыдущего примера, это свойство называется коммутативность. Оно говорит, что А умножить на Б равняется Б умножить на А. Но в таких ситуациях, когда мы хотим умножать и в одном, и в другом порядке, чтобы нам не думать о размерах, там надо, чтобы размеры совпадали, и так, и сяк, мы будем считать, что все матрицы квадратные одинакового размера. А если все матрицы N на N, то и произведение будет N на N, и все будет хорошо. Вот такое замечательное свойство, коммутативность, которое нам еще со школы для чисел известно. Но вот оказывается, нет. Для матрицы это свойство не выполнено. Чтобы это показать, достаточно привести один пример. Ну давайте какие-нибудь, на самом деле можно, грубо говоря, наугад матрицы брать. И для них уже, вот для случайно взятых матриц, они не будут коммутировать. Но можно не наугад, мы же уже как бы вооружены некими знаниями. Давайте возьмем матрицу 2-3, например, диагональную и умножим на матрицу, полностью состоящую из единичек. Что мы получим? У нас, что там, строки умножатся на диагональные элементы. Правильно? Значит будет чего там? 2-2-3-3. Правильно я сделал? А теперь давайте умножим их в другом порядке. 1-1-1-1-2-0-0-3. Когда я умножаю справа на диагональную матрицу, у меня столбцы умножатся на диагональные элементы. Что получится? Получится 2-2-3-3. Верно? А это не то же самое. Вот эта матрица, конечно же, не равна вот этой матрице. То есть мы с вами видим, что матрицы не все равно, в каком порядке умножать. Иногда, случайно, бывают, что все равно. В таком случае говорят, что матрицы коммутируют. Скалярная матрица коммутирует с любой квадратной матрицей А. Но в основном, скажем так, бывают матрицы, которые не коммутируют. И на самом деле, чуть позже мы поймем, что почти всегда они не коммутируют. Взятые наугад матрицы коммутировать не будут. Это первое свойство, про которое у нас скорее отрицательная информация. Но сейчас мы будем говорить про свойства, которые все-таки выполнены. Второе свойство это свойство ассоциативности. Это очень важное свойство. Оно говорит, что если я матрицу А умножу на произведение матриц В и С, то получится такая же матрица, как если бы я произведение А, В умножил на С. Понятно. Ассоциативность это про то, что можно не расставлять скобки. Неважно, как я поставлю скобки вот так, В и С в скобки возьму, или вот так, А и В в скобки возьму, результат будет один и тот же. Давайте это аккуратненько докажем. Это будет такой праздник индексов. Для этого нам надо размеры зафиксировать. Тут я уже не хочу считать, что они у меня все квадратные, потому что я буду это применять в разных ситуациях. Давайте считать, что А у меня имеет размер n на m, B имеет размер m на l, а С имеет размер l на s. Чтобы их можно было умножить, они должны иметь вот такие размеры. И теперь давайте вычислять. Пускай у меня матрица D. Это их произведение, ну, например, вот во втором порядке. Аb умножить на c. Это будет, господа, матрица какого размера? n на s. Соответственно, я обозначу ее матричные элементы D и T, G, T. И сейчас я их посчитаю. D и T, G, T равняется вот этой формулой, которую все должны помнить. Это будет сумма. Что я делаю? Я А, B умножаю на c. То есть это будет сумма, у меня еще есть свободный бегающий индекс k. k равняется от 1 до l. Ну, теперь мне надо как-то обозначить матричные элементы матрицы А, B. Ну, это уж больно много букв будет. Давайте я напишу так. А, B с индексом каким? i, k. Это я так обозначаю элементик, который в матрице А, B стоит на месте i, k. А дальше у меня будет элементик C из матрицы C с индексом k, G. Понятно, что написал? Тут я большие буквы написал, но просто чтобы новых не вводить. А C маленькое написал. Равняется. Теперь я опять пользуюсь этой хитрой формулой и расписываю подробно, кто стоит на месте i, k в матрице А, B. Расписываю. Это будет сумма по k от 1 до l. Дальше будет опять сумма. Какие у меня еще там индексы есть? p от 1 до m. Расписываю вот это выражение. Это будет A, i, t, p, t, b, p, t, k, t. Все понимают, да? У меня i, g, значит, i, g стоит по краям, а бегающий индекс посередине. И это я умножаю на c, k, t, g, t. Вот я получил такое радостное выражение. Пусть будет. Теперь я буквой r обозначу мое другое произведение. Вот это а умножить на b, c. И сейчас я буду в ней считать i, t, g, t элемент в матрице r. r, i, t, g, t равняется сумма. Это же мое дело, какими буквами называть бегающие индексы. Хочу буквы p вначале назвать. Это будет сумма p от 1 до m a, i, t, p, t. Правильно? Магическая формула. Первый индекс i, второй бегающий, а бегающий у меня p. Умножить на то, что стоит в матрице b, c, на месте каком? p, g. Верно? Теперь я расписываю, что же стоит в матрице b, c, на месте p, g. Это будет сумма по p от 1 до m, a, i, t, p, t. А тут у меня новая сумма возникает. А, k от 1 до l, b, p, t, k, t, c, k, t. Понятно? Но индексы p и k пробегают там свои значения от единички до чего-то независимо друг от друга. Поэтому я могу это переписать как сумму и по p, и по k, a, i, t, p, t, b, p, t, k, t, c, k, t, g, t. Но и вот это я тоже могу переписать как сумму по независимо бегающим k и p, a, i, t, p, t, b, p, t, k, t, c, k, t, g. Согласны? И теперь невооруженным взглядом видно, что одно равно другому. Значит, мораль на месте iG у этой матрицы стоит то же самое, что на месте iG у матрицы D. Верно? Но раз у них все элементы совпадают, значит, две матрицы одинаковы. Как проверяют, что две матрицы одинаковы? Как проверить, что вот такая матрица равна вот такая матрица? Ну, посчитать, что у них стоит там на месте iG, есть одно и то же, то тогда эти матрицы одинаковы. Для любых iG. Если мы две сикны в одном не делаем, то она получается не нужна. Какие именно прибегают? Нужно, нужно. Это я просто ленюсь, конечно, нужно. Ну, точно так же. P от единицы там до… Тут уже лучше так писать. M и K от единицы до L. Нужно, конечно. Просто уж слишком. Я надеюсь, что кто понимает, тот понимает, а кто не понимает, то поймет позже. На оптимистичной ноте остановимся. Вот. Это мы доказали одно важное свойство, называется ассоциативность. Кстати, господа, какая от него польза? Вот помните, мы с вами говорили, что когда мы… у нас вот есть матричная система, а x равно b. И мы делаем замену. Мы x выражаем через новые переменные y с матрицей этих коэффициентов в этой линейной замене c. и мы с вами так как-то там посчитали, посчитали, и у нас получилось, что у новой системы теперь уже от y матрица коэффициентов… Давайте тут бы большое напишу. Матрица коэффициентов ас. Это на самом деле сразу следует из ассоциативности. Почему? Потому что я беру вот в эту систему и подставляю вот такое значение x. Что я получаю? Я получаю а умножить, а вместо x подставляю cy равняется b. Верно? Но по ассоциативности я могу скобку перебросить. И тогда я получу, что это то же самое, что а cy равняется b. То есть я вижу, что матрицей коэффициентов системы относительно y является матрицацией. В этом месте, я думаю, многие запутались, но есть предложение, свободное от основной работы время, об этом подумать и осознать, что ассоциативность как раз и дает нам то, что система вот такая. Окей, следующее. Третье свойство. Ну, первое у нас не состоялось, но тем не менее третье свойство. Это свойство, с красивым словом дистрибутивность. Если до этого у нас были свойства умножения, то дистрибутивность – это свойство, которое связывает уже две операции – сложение и умножение. дистрибутивность бывает левое и правое. Левое – это то, что а умножить на b плюс c равняется ab плюс ac. Вот такое наивное свойство, что можно скобки, грубо говоря, открывать, которое со школы нам, опять же, знакомо для чисел. Вот оказывается, оно для матриц тоже верно, только у матриц должны быть какие размеры. Давайте соображать. А должно иметь размер m на n, а b и c должны быть одинакового размера, чтобы их можно было складывать. И они должны иметь размер, ну, какой-то там n на l. И тогда будет верно. Чтобы это доказать, это тоже праздник индексов, только попроще, чем с ассоциативностью. Поэтому я сейчас на это время тратить не буду, господа. Это сделать на семинарах. Это совсем легко, проще, чем здесь. Ну, точно так же. Посмотреть, кто будет стоять на месте IG здесь и посмотреть, кто будет стоять на месте IG здесь. И увидеть, что это одно и то же. Давайте вы все это либо сами проделаете, либо на семинарах проделаете. Вот. Хорошо, вот такие у нас на самом деле одно несостоявшееся и два настоящих свойства, которые мы должны все запомнить. Что касаемо? А, да. Ну, правое понятно или непонятно? В плюс С умножить на А равняется, как думаете, чему? Тут порядок важен. Нельзя говорить АВ, а надо говорить именно ВА. Равняется ВА плюс СА. Поскольку умножение матриц не коммутативно, то для них надо соблюдать тот порядок, который, естественно, возникает. Иначе это будет, ну, скажем, если у вас там где-нибудь написано А умножить на С умножить на А, это совсем не то же самое, что там А квадрат умножить на С. Потому что нельзя АИЦ переставить, и с порядком надо быть аккуратным. Да, вот такие два свойства дистрибутивности. Хорошо. Теперь еще одна операция над матрицами, немножко другого сорта, это операция транспонирования. Вот операции сложения матриц и умножения матриц, они, ученые, называются бинарными. Почему они называются бинарными? Два аргумента. Мы две матрицы засовываем, получаем третью матрицу. Понятно. Вот транспонирование – это операция, которая называется красивым словом унарная. Потому что мы одну матрицу на входе подаем и одну матрицу на выходе получаем. Мы по матрице А получаем новую матрицу, которая обозначается А транспонированная, АТ, а именно из матрицы АИТ отжитая мы делаем матрицу какую? Ажито-ИТ. То есть на картинке транспонирование – это просто симметрия относительно диагонали. я нарочно нарисовал не квадратную матрицу, чтобы показать, что при транспонировании вот такая матрица перевернется и станет вот такой. Понятно. У нее размер поменяется. Если здесь был размер M на N, то здесь станет размер N на M. Теперь давайте отметим несколько свойств транспонирования. Свойства первое. Если взять матрицу, протранспонировать, а потом еще раз протранспонировать, то как думаете, господа, что получится? Исходная матрица А. Я надеюсь, что для всех это очевидно. Это как раз вот эти преобразования, которые обратны сами к себе, которые в квадрате дают тождественное преобразование. Может, кто-то запомнил? Мы говорили, такие преобразования называются инволюциями. Поэтому транспонирование – это тоже пример инволюции. Если дважды поменять индекс, мы вернемся к исходной ситуации. Хорошо. Следующее свойство. Второе. Как вы думаете, что будет, если протранспонировать сумму? Сумма транспонированных. Доказательство тоже очевидно. Вот здесь, на итом, житом элементе, что будет стоять? Я должен взять a, it, g, t, плюс b, it, g, t и протранспонировать. Протранспонировать – значит поменять индекс. Я получу a, g, t, it, плюс b, g, t, it. Правильно? А здесь я должен вначале протранспонировать, то есть это заменить на a, g, t, it, это заменить на b, g, t, it, а потом сложить. И я опять получу a, g, t, it, плюс b, g, t, it. Вот и все. Я вначале сложил, а потом протранспонировал. Посмотрел, что у него будет стоять на g, it, итом месте у нашей матрицы. А здесь я наоборот. Вначале протранспонировал, а потом сложил. И получил то же самое. Хорошо. Теперь немножко более интересное свойство про то, как ведет себя транспонирование произведения. Давайте мы возьмем a, b и протранспонируем. Что подумает человек, настроенный на естественные резиденции? Что да? Что-что? Человек подумает, что будет a транспонирование, b транспонирование. Но жизнь, господа, устроена сложно. Поэтому будет не а транспонирование, b транспонирование, а b транспонирование, а транспонирование. Они не просто протранспонируются, они еще местами поменяются. Но давайте уже это проверим, раз это такое неочевидное для нас свойство. Давайте сообразим. Давайте вот эту матрицу обозначим буквой С, а вот эту буквой D. Давайте докажем, что они равны. Посмотрим, что стоит у матрицы С на месте ИДЖ. С и Т, G и Т. Это то, что стоит у матрицы АВ на каком месте? G и Т. Как посчитать, чего стоит у матрицы B на месте G и Т, мы знаем. Это вот эта наша формула. А сумма по К, А, G, Т, К, Т, Б, К, Т, G, Т. Правильно? ИТ, да, ИТ. Спасибо. Теперь давайте соображать, что стоит у матрицы D на месте ИДЖ. На месте ИДЖ пишем нашу формулу. Это сумма по К. Я должен взять то, что стоит у матрицы B транспонированное на каком-то месте? На месте ИК. Правильно? И умножить то, что стоит у матрицы А транспонированное на месте К, G. Все понимают, что происходит? Очень неожиданная вещь. Теперь на месте ИК у матрицы B транспонированное кто стоит? А, B, K, I. А у матрицы А транспонированное на месте К, G, A, G, K. И вот видите, у факира фокус не удался, и получилось разное. Здесь получилось вот такое, а тут вот такое. В чем беда? А чиселки коммутируют, нам правильно говорят. То как бы уж совсем голову заморочили. Все-таки Ашки и Бшки, это же не матрицы эти маленькие. Это обычное число, а число все-таки коммутируют. Поэтому можем переписать это как сумма по К, А, G, T, K, T, B, K, T. И вот тогда мы увидим, что вот это действительно равно вот этому. И значит, мы доказали, что у матрицы С и у матрицы D на любом месте стоит одно и то же. Ну, это я уж опять же ленюсь, но надо было ввести, да, от чего до чего К бегает. Для этого мне надо было сказать, какие размеры у А и Б. У А, скажем, пускай будет размер N на M, а у Б, давайте так, M на M, а здесь N на L, да? И если так, то К бегает от чего до чего? От единицы до N. От единицы до N, да. Вот, здорово. Значит, вот мы с вами теперь имеем в нашем арсенале такие матрицы. Такую операцию, как транспонирование, она будет нам часто полезна в тех или иных ситуациях. Вот мы знаем, как она себя ведет по отношению к сложению и умножению. Теперь у нас будет пару сюжетов, в которых я буду считать, что дальше все матрицы квадратные. В жизни, конечно, встречаются не только квадратные матрицы, прямоугольных тоже навалом, но все-таки квадратные – это самый интересный случай. Далее все матрицы. квадратные размера N на N. То есть я буквой N буду обозначать размер этой самой квадратной матрицы. И сейчас мне понадобится еще несколько конкретных типов матриц, таких частных случаев. А именно, сейчас мне будут нужны матричные единицы. Матричной единицей называют такую замечательную матрицу. матрицу она обозначается буквой E, и у нее два индекса EG. И эта матрица, которая сплошь состоит из нулей, но только в одном месте, угадайте, в каком? Отставить по диагонали. На месте EG, ну раз уж мы поставили два индекса EG, то значит на месте EG у нее стоит единичка. Понятно. Эта единичка будет стоять на диагонали, когда? Когда E равно G. А так-то вообще говоря, она где угодно стоит. А все остальные чиселки – нолики. Вот такая матрица называется матричной единицей. Скажите, господа, сколько штук матричных единиц? n квадрат. n квадрат штук. Почему их n квадрат штук? Мы договорились, что все матрицы квадратные, и вот есть n квадрат мест, куда можно поставить эту самую единичку. Значит, таких матриц n квадрат штук. Зачем они? Чем они полезны? Давайте сделаем такое очевидное замечание. Что если у меня матрица А, любая, квадратная, имеет матричная, имеет элементики А и Т, то тогда ее можно выразить, причем ровно одним способом, как сумму матричных единиц. А именно, это будет сумма матричных единиц Е и Т, по всем и и G, которые независимо пробегают значения от единицы до n, и какой коэффициентик подставить? А и Т, то есть любая матрица представляется как линейная комбинация матричных единиц с элементиками А и Т отжитая в качестве коэффициентов. Понятно? И понятно, что такое представление единственное. Поэтому отсюда следует, что матрицы Е и Т отжитая образуют базис в пространстве матриц размера n на n с вещественными элементами. Мы, правда, пока говорили только про базисы в РН, но если мы посмотрим на все матрицы, ну, скажем, фиксированного размера n на n, то мы, как и в РН, умеем их складывать и умеем их умножать на числа, верно? Сейчас мы не думаем о том, что мы умеем их умножать. Мы только хотим складывать и умножать на числа. А значит, мы умеем рассматривать линейные комбинации этих матриц. А значит, мы умеем сказать, что вот такой-то набор матриц линейно зависим, такой-то линейно независим. А значит, мы можем определить базис как линейно независимый набор, через который любой вектор выражается. И тогда мы сразу увидим, что матричные единицы образуют базис в пространстве всех матриц в частности какова размерность пространства всех матриц n квадрат потому что в нашем базисе ровно n квадрат векторов понятно вот поэтому матричные единицы в пространстве матриц это аналог стандартного базиса вот этого я этого в пространстве р.м. когда у нас всех у базисных векторов все координаты равны нолику одна равна единичке. Вот такой стандартный базис. Но сейчас я хочу доказать лему. И эта лема даже имеет номер. Моя бумажка говорит, что это лема номер 7. И она говорит мне, как умножить две матричные единицы. Я хочу матричную единицу E и G. Умножить на матричную единицу E, K, L. Вопрос. Что получится, если перемножить две матричные единицы? Оказывается, непонятно, что получится. А именно, получится два варианта. Получится нолик. То есть просто нулевая матрица. Если, может быть, кто-то знает, если что? Если не совпали позиции и G, и K, и K. Если G не равно K. И получится матричная единица E и L. Наоборот, если G равно K. То есть, если близкие к друг другу индексы разные, то получается ноль. А если близкие друг к другу индексы одинаковые, то они умирают, от них ничего не остается, а выживают только к ранее индексы, E и L получается. Понятно. Давайте это докажем, и, наверное, на этом закончим. Это тоже легко доказать. На самом деле, можно было провести доказательства так. Нарисовать вам условно вот эту матрицу. Вот она нарисована. Нарисовать условно вот эту матрицу, вести пальцем по строкам и столбцам и смотреть, кто там с кем столкнется. Потому что тут же только одна единичка. И во второй будет только одна единичка. И там можно проанализировать, когда она столкнется. Но такими доказательствами злоупотреблять нельзя. Потому что на экзамене кто-то действительно понимает и умеет это хорошо объяснить, а кто-то начинает просто пальцами возить и говорит, что нам так на лекциях объясняли. И поэтому от него добиться ничего не получается. Поэтому хорошо бы все-таки доказательства как-то немножко формальнее провести. Для того, чтобы доказательства формализовать, вводится такой очень полезный для математики в целом объект, как символ Кронекера. Это тот же самый Леопольд Кронекер, который фигурировал в теореме Кронекера-Капелли. Так вот, это такой символ, такая буквочка греческого алфавита дельта с двумя индексами, К и Л, скажем. Это вообще не про матрицы. Это число. И это число равно нулю, если К не равно L, и единица, если К равно L. Просто вот такая договоренность. Вот эта дельта равна нулю, если индексы разные, и единички, если индексы одинаковые. Вот оказывается, полезно ввести такой объект. Давайте думать, почему это полезно. Потому что, когда я пишу матричную единицу Е и G, и интересуюсь, кто у нее стоит на месте К, Л, чему равен матричный элемент на месте К, Л у матричной единицы Е и G, то как думаете, чему он равен? Неправильно. Не же где-то единица-то стоит. Вот если И равно К, а G равно L, тогда единичка, а иначе нолик. В символах Хронекера это записывается так. Это дельта какое-то умножить на дельта какое-то. Давайте соображать какое. ИК на G L. Абсолютно верно. Вот если мы хотим публику абсолютно запутать, так иногда делают в некоторых математических курсах, то матричную единицу можно определить вот так. И это абсолютно правильное и корректное определение. А вот это – это некие досадные картинки. Но я надеюсь все-таки, что на картинках понятнее, чем вот так. Понятно. Так вот, вот у нас есть такое определение этой самой матричной единицы. И теперь поехали умножать. Мы хотим E и G T умножить на E K L T. А чтобы понять, что получится, мы должны просто посчитать, что у этого элемента, у этой матрицы стоит на том или ином месте. Индексы на глазах заканчиваются. Буквы. Но мы не сдаемся. Мы вот раз еще какие буквы есть. S и R. Мы интересуемся, что у этой матрицы стоит на месте S и R. Поехали. Ой, нам еще бегающий индекс нужен. Ну, P у нас еще есть. Это получается сумма по P от единицы до N. Да? И помним нашу формулу. Это должно быть то, что стоит у матрицы E G на месте. Если кто-то еще понимает что-нибудь, то скажите на каком. S P умножить на то, что стоит у матрицы KL, E KL на месте PR. Это вам, господа, не пальцем по матрицам возить. Это вот настоящая наука. И теперь мы расписываем подробно. Это сумма от P от единицы до N. А мы знаем, что у матрицы E и G стоит на месте SP. Это произведение символов Кронекера. Правильно? Значит, это будет дельта ES. Правильно? На дельта GP. И тут мы знаем, что стоит у матрицы на соответствующем месте. Это будет дельта KP умножить на дельта LR. И чтобы вот такое было не равно нулю, вот такое произведение, все вот эти дельты должны быть равны единице. Правильно? Поэтому соображаем. E равно S, G равно P, P равно K, и что там еще? И L равно R. Верно? Поэтому сумма по P умирает. P равно одному значению только. Получается, что у меня P равно и G и K. А если, значит, если G не равно K, то у нашего бедного P нет шансов быть равному и G, и там чему там, и G и K. Поэтому мы сразу получаем 0, если G не равно K во всех местах. А если G равно K, то мы получаем, из всей суммы выживает только одно слагаемое, которое как раз соответствует P равно G равно K. И что же это будет за слагаемое? Это будет единица, но она реализуется только если I равно S, а L равно R. То есть это будет единица на месте и L. И L я должен был через запятую написать. На месте и L. Ну все, победа. Мы получили, что все элементы равны нулю, кроме одного, если G равно K, и этот один равен единице, и стоит на месте и L. Значит, получилась матричная единица E и L. Понятно? Господа, напряженно думаем над алгеброй, над праздником индексов. Встречаемся во вторник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!